физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель сегодня пока еду домой поговорим о таком вопросе как возвращаться к тренировкам после долгого перерыва после продолжительного перерыва несмотря на то что у меня есть уже и ролики и в своих статьях я поднимал эту тему поговорим сегодня конкретно к примеру если вы не занимались год и больше вот такой вопрос сегодня пришел мне комментарии на моем youtube канале ну что друзья это очень очень большой перерыв лучше такие конечно же не делать но если он все же случился расстраиваться не стоит как быстро вы вернетесь в форму зависит от того каким был ваш стаж до тренинга понятно даже если бы от занимались там несколько лет то вы быстрее вернетесь в форму но если вы там позанимались месяц-два и на год прекратили то понятное дело что начинать вообще нужно все с полного нуля потому что вы практически в принципе ничего и не натренировали не добились до того как случился у вас такой перерыв во-первых поймите насколько вы были тренированы какой был у вас стаж до того как вы начали тренироваться и от этого уже будет понятно как быстро и в какую форму вы придете в принципе за три-четыре месяца можно прийти в очень хорошую форму после продолжительного перерыва повторюсь если вы конечно были тренированы до этого если ваш стаж составлял три-четыре-пять лет чем дольше был стаж тем быстрее вы вернете свою форму начинать нужно друзья с самого простого даже если вы когда-то были чемпионом мира но прекратили тренировки на такой большой промежуток времени подходить и возвращаться к тренингу нужно очень плавно опять-таки следует помнить задумываться понимать в каком вы сейчас возрасте чем старше вы тем больше нужно внимательнее быть к своему здоровью к своему питанию и именно к силовому тренингу в любом случае начинать я бы рекомендовал со статодинамических упражнений по силуянову в принципе изотон силуянова подходит абсолютно всем у него практически нет никаких показ противопоказаний и показан он абсолютно всем особенно хорош изотон для тех у кого какие-нибудь проблемы с давлением гинекологические какие-то проблемы или вы находитесь серьезном возрасте вы можете смело начинать с изотона он не повышает давление в принципе вообще не дает такой нагрузки на сердечно-сосудистую систему как обычный силовой тренинг или кардио нагрузки кардио я рекомендую делать после такого перерыва только как разминку и заминку как отдельную тренировку даже интервальное кардио пока делать не стоит начинайте со статодинамики работайте с пустым грифом либо работайте с бодибаром или даже с деревянной палкой это поможет вам вспомнить технику тех же приседаний становых тяг различных тяг подтягивайтесь отжимайтесь от в принципе все то же самое что мы делаем с новичками потому что в определенном роде вы тоже будете являться новичком но единственное что если вы уже достигали когда-то определенных силовых показателей вам будет легче возвращаться к ним и сила у вас будет расти естественно быстрее чем у человека который до этого никогда не занимался самое главное понимать прекрасно если у вас есть дневник тренировок не зря мы постоянно рекомендуем вести дневник тренинга и питания в данном случае он будет особенно полезным вы сможете посмотреть а никто из вас поверьте не запомнит насколько интенсивными были ваши последние тренировки с какими весами вы работали и вы смело можете брать для того чтобы точно не перед тренироваться не навредить себе не получить никаких травм 30-35 процентов веса от того рабочего веса с которым вы работали раньше никаких отказных повторений друзья никаких натуживаний вы должны первые шесть недель работать в удовольствие в первую очередь вспоминая и думая о технике когда вы вспомните технику когда вы почувствуете что мышцы возвращают былой тонус становятся налитыми вы чувствуете прилив сил после тренинга потихонечку начинайте добавлять веса опять-таки потихонечку это не значит что вы на следующей тренировке как только прошли эти шесть недель сразу же вернетесь к тем весам которыми когда-то занимались нет это будет большая ошибка большая глупость которая обязательно навредит вам и может привести даже к серьезной травме нам этого не нужно поэтому повышать веса нужно будет после шестой недели плавненько плавненько не больше чем на пять процентов за две недели примерно как раз будет цикл идти таким образом строить тренировки нужно в силовом режиме и через шесть недель можно добавлять уже режим периодизации когда вы будете на одной тренировке делать обычную силовую тренировку а на другой тренировке на одну и ту же мышечную будете работать чисто только в статодинамике и на каждой из этих недель вы будете по пять процентов повышать свои рабочие веса вы очень быстро но что самое главное качественно и безопасно будете возвращаться к норме здоровью к силе без травм без каких-либо последствий негативных для вашего организма а последствия негативные могут быть не только для мышц или для сухожильного аппарата связочного аппарата в первую очередь вы можете перегрузить свою эндокринную систему не дай бог перегрузить и центральную нервную систему тогда полетят вообще все системы это нужно четко понимать знать и никогда опаньки и технические неполадки и никогда не пренебрегать этим не нужно спешить друзья у нас вся жизнь впереди поэтому пошагово плавно аккуратно возвращаемся к тренингу что касается питания питание тоже нужно пересматривать наверняка вы забросив тренировки тем более забросили забили на правильное питание также пошагово возвращайтесь к нормальному режиму лучше всего изучите мою статью на сайте hmgym.ru как грамотно изменить свои привычки в питании они подойдут вам как раз таки здесь непосредственно в этой сфере в этот данный момент жизни но самое главное друзья это сон и процессы восстановления вы должны полноценно спать минимум 7 часов ночью непрерывно в идеале если вы будете спать днем или хотя бы просто ложиться отдыхать на 15-20 минут это тоже будет очень очень хорошо влиять на ваше здоровье на организм в целом и самое главное на то как быстро вы будете возвращать свою спортивную форму поэтому три составляющих восстановления тренировки питания и все должно быть пошагово плавно никаких резких возвращений никаких резких подъемов тяжестей и уж тем более никогда не начинайте после такого большого перерыва да и вообще в принципе даже после перерыва в неделю в две после болезни не начинайте с предельных весов с тех весов которым вы привыкли это же касается и интенсивности чем плавнее и чем дольше вы растянете растяните по времени процесс возвращения к вашим привычным тренировочным нагрузкам тренировочным весам тем более здоровым останется ваш организм и тем более качественным будет дальнейший прогресс в тренировках друзья если у вас есть интересные вопросы на которые вы хотите получить ответ пишите их в комментариях и я обязательно в одном из роликов озвучу его или просто отвечу вам в комментарии спасибо всем кто смотрел увидимся как всегда в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм